На прошлой неделе была частично решена проблема с выплатой нервитянам пособий по бедности. Вице-мэр по социальным вопросам Александр Людвиг сообщил, что государство выделило определенную сумму на эти цели. Напомним, что этой суммы 1 500 2600 крон должно, по мнению государства, хватить на то, чтобы выплатить пособия за ноябрь, которые не были выплачены в срок, а также на весь декабрь. Александр Людвиг в этом не уверен. Выделенных денег, по его словам, хватит до конца года только в случае наилучшего сценария. А если что-то пойдет не так, что тогда? Дальше ситуация такая. Во-первых, мы продолжим лоббирование наших интересов через Союз Городов. Это нам предложило и Министерство финансов. Это мое предложение было городскому собранию, которое уже давно было озвучено. Теперь последним своим письмом Министерство финансов говорит, что в случае, если ваши расчеты будут показывать, что денег вам будет не хватать, сможете обратить внимание на это путем согласования распоряжения, о котором я сказал, через Союз Городов. В 2010 году, скорее всего, схема, как я ожидаю, государство выделит нам свою контрольную цифру. Этого, естественно, хватит там на какие-то месяцы. И точно так же по закону мы, как только мы увидим, что нам этих денег не хватает, будем обращаться в установленном законном порядке в Социальное Министерство, в правительство, если надо будет, в Союз Городов, куда угодно. В свое время из средств, выделенных на выплату пособий по бедности, Нарва оплачивала дополнительные социальные услуги. Нас, может быть, спасло бы, если бы мы в свое время средства, которые нам выделяло государство, согласно закону, не использовали бы на организацию дополнительного социального обеспечения. Тогда бы у нас был бы остаток, который бы спокойно перешел бы в этот год, ну и сейчас бы мы эти деньги выделяли бы в качестве пособия по бедности. Я считаю, что достаточно эффективно эти средства в свое время использовались и в 2008 году, и в 2007 году. Остаток, согласно закону, использовался на выплату дополнительных социальных пособий, как мы помним, у нас получали люди и на замену газового оборудования, и на лечение и так далее. То есть целый порядок у нас даже был разработан. Оказывались дополнительные социальные услуги, это в первую очередь опорные лица, которые у нас оказывались и в этом году. И я считаю, что благодаря этим мерам, которые мы использовали, у нас количество населения пособия по бедности сейчас намного меньше, чем оно было бы, если бы эти меры мы не предприняли и использовали бы сейчас этот остаток только на выплату этого пособия по бедности.